Новоселы, тогда три-четыре торжества перерезаем! Ох, какой ответственный, важный момент! Смелей, смелей, смелей! Аплодисменты, друзья! Всё! Состоялось! Победа, тревожит обещание дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим! Сегодня вводим в эксплуатацию дом, проблемный дом. Понадобилось время для того, чтобы найти решение, найти застройщика, найти средства для достройки этого жилого дома. Это хороший подарок к Новому году. Жителей хочу поздравить с этим событием, пожелать вам, чтобы в ваших домах, в ваших квартирах было тепло, домашнего уюта, чтобы было здоровье, счастье, чтобы соседи поддерживали друг друга, чтобы всё у вас было в жизни хорошо. С праздником, с наступающим Новым годом, ну и с возможностью уже войти в ваши квартиры. В 2016 году приобрели, в 2017 организация обанкротилась, но мы не унывали, и были уверены, что дом сдастся. Вот настал этот момент, и дом сдался. Мы идём смотреть квартиру. Что делали для того, чтобы этот дом сдался? Принимали от первой части, как все жильцы этого дома. Не без бунта обошлось, и это как в старые добрые времена. Ну, результат налицо. С наступающим Новым годом желаю жителям этого дома тепла и уюта в квартирах, а тепло мы вам обеспечим. Поэтому мы строили, строили, и наконец-то построили с праздником вас. Спасибо, Александр, за то, что вы помогаете людям, потому что без вашего призыва мы бы, конечно, не откликнулись. Поэтому понимаем важность проблемы обманутых дольщиков, она по всей стране. Но в Пензенской области подошли по-другому. Вы ходили там на митинги, на пикеты? Конечно. А как же без этого? На ваш взгляд, вот это помогало или мешало? Мне кажется, помогало всё равно. Обращали внимание. Так бы про нас, может, и забыли. Хотя вряд ли, раз правительство взялось за это дело. Вряд ли. Ну, для порядка надо было показать организованность, плаву, с русским народом. Редактор субтитров А.Семкин. То, что было обещано жителям, мы исполнили в установленный срок и сдали три объекта в этом году. Это большое достижение, наша совместная работа власти, строительных компаний и дольщиков. Поэтому на душе радостно, люди довольны, люди улыбаются, у людей хорошее, прекрасное настроение. Оставшиеся дома мы ведём эксплуатацию в следующем году. И проблему в Пензенской области закроет полностью. Сколько там комнат, пишите? Три. А сейчас вы где живёте? На Новоказанской. И сколько у вас там комнат? Одна. Одна. То есть ты с мамой и с папой живёшь в одной комнате? Да. И чё бабушка больная? Расскажи после инсульта. Мы все, все наши дома объединились, и чтобы массово выходили на пикеты и на митинги. И как бы, то, что такой широкий резонанс получил наши проблемы и наши сплочённые действия, так сказать, у нас услышали. Стройка у нас начала активно возгновляться где-то год назад. Они активно очень строили, завозили материалы. Дом рос на глазах, но в какой-то определённый момент всё это прекрасное удовольствие прекратилось. Дома у семьи – это семьи с детьми, которые взяли ипотеку и платят её практически за год. В ходе очень многое количество семей ещё снимают квартиры дополнительные, то есть внесут двойные расходы. И как бы мы бы хотели, чтобы стройка началась быстрее и закончилась. Конечно, нам хотелось бы быстрее, но как бы есть опыт у моих друзей, что люди ждали 10 лет сдачи дома. У нас всё-таки работа идёт. И как бы не так, может быть, быстро, как бы нам хотелось бы, но всё же как бы нас слышат. Пикеты, которые возобновились, для чего они проводятся? Для ускорения работы. А это помогает ускорить работу? Ну, как видим, да. КОНЕЦ